Что будет, если смешать в одном насекомом муравья, таракана и гусеницу шелкопряда? Нечто очень оригинальное, необычное и удивительное. И если вы подумали, что это была абстрактная фантазия, то нет. Такое насекомое действительно есть. И зовут его Эмбия. Эмбий – удивительные животные, сочетающие признаки абсолютно различных неродственных групп. Они являются близкими родственниками тараканов, развивших сложную социальную структуру в своих семьях. Скорее всего, вы слышите о них впервые. Так что сегодня я расскажу вам об этих удивительных социальных насекомых и покажу детали их жизни крупным планом. Вы на канале Димон и Пумба. Поехали! Кто же такие Эмбии и чем так интересны и необычны? Эти насекомые в природе живут в лесной подстилке и в складках коры деревьев. Как и муравьи, они социальны и образуют довольно крупные колонии. Правда, такой высокой организации, как их перепончатокрылые братья, они не достигли. У них нет маток, рабочих и солдат. Наоборот, все самки в колонии активно размножаются, а морфологических особенностей и разделения на касты у них нет. Но Эмбий уникальны другим. Свои дома они строят, выплетая удивительные шелковые галереи в складках коры и между листьев. С виду это очень напоминает кокон паука, но на самом деле структура Эмбикария гораздо сложнее. А по составу и свойствам шелк Эмбии это нечто среднее между настоящим шелком, который выделяет гусеница бабочки тутового шелкопряда, и паутиной. Этот материал выполняет несколько важнейших задач. Во-первых, защита от влаги и дождя. Шелк, если он лежит достаточно толстым слоем, обладает ярко выраженными гидрофобными свойствами и отлично держит на себе даже крупные капли воды. Во-вторых, он защищает Эмбий и их потомство от хищников, вроде пауков или хищных насекомых. И хотя это, конечно, не стопроцентная защита, со своей функцией, тем не менее, он справляется довольно хорошо. Чтобы наглядно увидеть, как Эмбий плетут свои коридоры и камеры, я решил отсадить часть насекомых из основной колонии, что живет у меня в контейнере, в новые пустые Эмбикарии. Один из них представляет собой акриловую рамку с подключенной пробиркой увлажнения. Второй же – самая обычная чашка Петри с небольшой поилкой и запасом еды внутри. В каждое из новых поселений я отсажу несколько самок и самцов. Благо, у Эмбий их различать максимально просто. Взрослые самцы имеют крылья, чтобы летать от колонии к колонии и распространять таким образом свои гены. Самки же крыльев лишены, и, как правило, по размеру немного больше самцов. Кстати, пока я снимал этих красавиц, у одной из них я заметил в полупрозрачном брюшке кладку яиц. Совсем скоро эта мамаша обзаведется потомством. Здорово. Теперь аккуратно с помощью пинцета переселяю насекомых в их новый дом. Не обошлось без побегов, хотя в основном все прошло гладко. Эмбий очень редко пытались убегать, когда я хватал их пинцетом. В основном они притворялись мертвыми, что давало мне возможность спокойно переносить их в новый Эмбикарий. На ночь я оставил их на таймлапсе, и на нем хорошо видно, что уже в течение первых суток насекомые кое-что соорудили из шелка. Правда, в вертикальном Эмбикарии они почти сразу сообразили перебраться в узкую соединительную трубку, и особо ничего не наплели. Зато Эмбий в чашке Петри за неимением возможности куда-либо спрятаться активно принялись за работу. Некоторые из них обустроились рядом с поилкой, другие по бокам миски, но при этом все активно участвовали в строительстве. Что ж, оставим неугомонных насекомых разбираться с квартирным вопросом, и пока посмотрим, как они устроены на индивидуальном уровне. Эмбий — это очень древний отряд, предки которого жили еще в Верхней Перми, около 300 миллионов лет назад. Относятся они к так называемым новокрылым насекомым. То есть ближайшие их родственники — это тараканы, термиты, кузнечики, богомолы и многие другие. Чем же они характеризуются? Во-первых, неполным превращением. Этот во многом архаичный и несовершенный признак говорит о древности данного отряда. Самки эмбий после оплодотворения откладывают яйца, как правило, небольшими кучками, и заплетают их сверху шелком. Получаются как бы маленькие шелковые мешочки с потомством внутри. Из яиц выходят маленькие, но уже вполне сформировавшиеся насекомые, которые со временем растут и линяют, и так постепенно переходят в стадию имага. Особенно хорошо это заметно, когда наблюдаешь за большой колонией и видишь множество разных размеров эмбий, бегающих друг рядом с другом. Сначала кажется, будто это разные касты, но на самом деле это просто животные разных возрастов. Еще одна черта, в которой просматривается в эмбии, как я это называю, ее внутренний таракан, это ротовой аппарат. Однако мой объектив уже никак не справится с задачей хоть сколько-нибудь хорошо его рассмотреть. Поэтому, чтобы полюбоваться на жвалы эмбий, нам понадобится техника посерьезнее. Мой преподаватель по зоологии разрешил мне воспользоваться оборудованием на базе нашего института. Георгий Борисович, большое спасибо. Итак, положив эмбию под окуляр микроскопа, мы сможем во всех деталях ее рассмотреть. И что же мы видим? Небольшие, широко расставленные черные глазки по бокам. Членистые усики, без характерного для перепончатокрылых, в том числе муравьев, изгиба. Более темная мускулатура по краям головы. И типичнейший, грызущий ротовой аппарат. Расположен он, правда, немного по-другому, нежели у таракана. Губные и челюстные щупики, которыми эмбии ощупывают свою еду, смотрят вперед. Но принципиально это все тот же исходный древний тип ротового аппарата, что еще раз указывает нам на древность происхождения этих насекомых. Разбирать по деталям его строения мы не будем, это не так интересно. Лучше рассмотрим несколько других необычных деталей. Как я уже говорил, эмбии плетут себе дома из особого материала, который мне больше нравится называть шелком, чем паутиной. И он действительно больше похож на привычную нам ткань. Хотя на ощупь довольно липкий. Так вот, выделяют его эмбии с помощью специальных желез, расположенных на передних конечностях. Вот этот огромный отдел лапки, это видоизмененная голень, в которой у насекомого располагаются десятки специализированных образований, выделяющих шелк. Так называемые предильные железы есть как у самок, так и у самцов. Но поскольку последним они нужны не очень сильно, что обусловлено их кратковременной жизнью, то у самок они развиты гораздо сильнее. На конце каждой лапки у эмбии есть маленькие двуветвистые коготки. Ими насекомые цепляются за шелк и любые другие поверхности. Они как крюча могут удерживать насекомое даже в перевернутом состоянии. А еще на голени я заметил вот такое странное полупрозрачное образование. То ли это мусор какой-то, то ли так и задумано, я если честно не понял. Но больше склоняюсь к тому, что это все-таки какая-то зацепившаяся за лапку частица. Потому как множество волосков покрывает ее поверхность, и без регулярной чистки лапка довольно быстро загрязняется. Ну да вернемся к нашей колонии в миске, которая буквально за несколько дней изменила ее до неузнаваемости. Вокруг стенок и посередине чашки Петри эмбии наплели свои шелковые коридоры. И что характерно, в первую очередь проложили безопасные маршруты до важнейших стратегических объектов. Поилки и кусочка кошачьего корма, то есть еды. Ну и конечно, плотнее всего заплели за это время ту часть, в которой обитают сами. В горизонтальной ферме процесс идет не так активно, поэтому ту семью мы оставим до следующего выпуска. И получше рассмотрим пока строение эмбийного гнезда на примере колоний в чашке Петри. Хорошо видно, что помимо плотного основного шелка, что образует стенки тоннеля, от галереи отходят более тонкие нити, которые как бы веревочки с колышками у походной палатки не дают всей конструкции завалиться ни в одну из сторон. Также, помимо основных ходов, эмбии покрыли всю поверхность стекла в миске тонким слоем шелка, который как бы полосками бликует на свету. То есть мы уже насчитали как минимум три различных вариации того, как эти насекомые могут выплетать своим шелком поверхности. И я поражаюсь, насколько быстро и ловко они это делают. Прошло буквально два дня, а чашка Петри преобразилась до неузнаваемости. И, видимо, эмбии не собираются останавливаться на достигнутом. Вы, наверное, уже заметили, как ловко они бегают взад и вперед. При этом задний ход по скорости ничем не уступает переднему. Но как они так ловко сдают без стекол заднего вида? Ведь так не мудрено врезаться в кого-то или во что-то на повороте. И чтобы в этом разобраться, нам снова придется заглянуть в микроскоп. Итак, мы уже рассмотрели голову и лапки эмбий. И теперь через торок сдвигаемся к брюшку. На фоне мы видим крылья. Под объективом у нас лежит самец. И вот, приближаясь к концу, видим как бы два небольших хвостика. На самом деле это чувствительные щупики, благодаря которым эмбий также ловко и быстро бегают назад, как и вперед. С помощью них они ощупывают поверхности и могут ловко маневрировать в своих шелковых ходах. Конечно, все равно более неуклюже, чем передом, но тем не менее. И раз уж мы обратили внимание на крылья, давайте посмотрим и на них. Темные линии, которые вы видите, это специальные каналы, по которым в крыло нагнетается гемолимфа. Аналог нашей крови у насекомых. Дело в том, что когда самец ползает в туннелях, крылья у него должны быть мягкие, чтобы они попросту не сломались. А вот для полета крылу нужна жесткость. И когда эмбия нагнетает в крылья гемолимфу, получается своеобразный гидроскелет. И окрыленный любовью самец может лететь к другой колонии. Вообще, желкование в крыльях у эмбий уникальное. И сильно отличается от всех других насекомых. Именно с помощью него, древнейшего предка эмбий, обитавшего в Силури, удалось определить и отнести к отряду эмбиоптера. Я оставлю ссылку в описании на это исследование, обязательно почитайте, там еще много интересной информации. Еще одно неожиданное применение, которое находят в моем хозяйстве эти насекомые, это кормовая культура для муравьев. Как я и говорил ранее, самцы эмбий живут недолго. И часто я нахожу их трупики в контейнере. И тогда, дабы внести некоторое разнообразие в рацион мурашей, я даю им эмбий. И практически все живущие у меня виды с удовольствием их едят. Ведь это, по сути, те же самые тараканы. А может быть даже и вкуснее тараканов, кто их знает. В любом случае, муравьи уплетают их за обе щеки. Вот рабочий компонат Успариус уже окучивает недавно отошедшего в мир иной самца. Почему-то его вначале заинтересовали именно крылья. И он во что бы то ни стало решил их отвинтить. И в целом, почти всем мурашам эти насекомые пришлись по вкусу. Так что получается абсолютно безотходное хозяйство. Сами же эмбий питаются обычным кошачьим кормом. Фруктами, овощами, вареным мясом и много чем другим. Как и тараканы, они, по сути, всеядны и очень неразборчивы в еде. Что еще один большущий плюс в их копилку. Места они также много не требуют. Кормить их приходится редко. Да и ухода почти никакого не нужно. Сиди да изучай в свое удовольствие. Вообще, эмбий для меня это самое большое открытие за последний год. Раньше я, в принципе, никогда не слышал о существовании этих насекомых. А теперь не могу оторваться от их изучения. Огромное спасибо Роману Песканову, что посвятил меня в этот удивительный мир. Если вы хотите узнать еще больше об эмбиях, заглядывайте в его группу, которая называется Таверна Экзотики. Ссылку, опять же, оставлю в описании. Надеюсь, я смог рассказать вам сегодня что-то новое и интересное об этих удивительных созданиях. Дайте знать в комментариях, если хотите, чтобы я продолжал тему эмбий на канале. Все на самом деле зависит от вас. Не забывайте заглядывать в наши соцсети, а также на сервер в Дискорде и беседу ВКонтакте. Все ссылки, как всегда, есть в описании. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Ну а я уж постараюсь, чтобы новое видео не заставило себя долго ждать. На сегодня это все. С вами был Димон и Пумба. Да пребудет с вами Эмбия. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok